РАЗМАЗНЯ Я проснулся от телефонного звонка. Время показывало 19.20. «У меня капают руки!» – задыхающимся голосом сказал друг. «Я растекаюсь!» Я, конечно, подумал, что это розыгрыш. Или же мой друг принял дозу наркотического средства. Я слышал, что под кайфом людям кажется, будто у них отваливаются руки. Или они вырастают до потолка, так что вынуждены наклонять шею. В общем, их реальность меняется в корне. Однако, друг мой был не из наркоманов и не из токсикоманов. Он был вполне себе среднестатистический человек. Работа, неудачно сложившаяся семья, ребенок, выходные с друзьями. Все как у всех. «Приходи! Прямо сейчас приходи!» – умолял он. Жили мы с ним рядом, в соседних домах. Поэтому через несколько минут я уже стоял на пороге его квартиры. Дверь была не заперта. Я дернул ручку вниз и вошел. На полу я увидел пятна и грязеподобные лужицы. Как будто кто-то ходил по мокрой глине в сапогах, а затем прошелся по коридору. Лужицы были повсюду. Они вели в комнаты, ванною и на кухню. И именно там я и обнаружил своего друга. Бледного, напряженного, сидящего на стуле в застывшей позе. «Я не могу шевелиться. Если я шевелюсь, я рассекаюсь», – сквозь зубы проговорил он, боясь лишний раз двигать губами. Его тело и в самом деле выглядело тающим, словно он был сделан из затвердевшей грязи, на которую попала вода. Никакого гнилостного и зловонного запаха я не чувствовал. Кожа была обычного цвета, ни крови, никаких иных физиологических проявлений тоже не было. Он просто растекался. «Что это?» – спросил я, опасаясь заразиться. «Радиация? Инфекция?» «Однако я знал, чувствовал, что дело совсем не в этом. Это не была болезнь. К тому же только вчера днем мы играли с ним в футбол на улице. Ни одна болезнь не смогла бы испарить человека за сутки». «Это все из-за них! Из-за вас!» Как и прежде, с трудом проговорил друг, стараясь совершать как можно меньше движений. Однако несколько капель упало с губ на пол, и его лицо как будто стало немного меньше. Мне же не пришлось задавать ему уточняющего вопроса. «Из-за кого из-за них? И почему из-за нас?» «Все и так было очевидно. Мой друг не мог найти себе места, как ни старался. Семьей не удалось, работал не по специальности. Друзья подвели». Как-то он пришел ко мне домой, и мне показалось, что я увидел в его голове красный столбик, заполненный чем-то красным доверха. Я понял, что отсчет пошел. С каждой неделей этот столбик опустошался снизу вверх, как индикатор бензина в машине. Когда же столбик был опустошен до середины, я решил больше не видеть его. «Ни к чему это», — подумал тогда я. «И вот сейчас настал момент истины. Энергии больше нет. Баг был пуст. Мой друг превратился в размазню». «Чем тебе помочь?» — спросил я. «Ничем. Просто посиди со мной», — сказал он уже в полный голос, не боясь потерять еще больше себя. Несколько часов я провел с ним, сидя на кухне. Я заварил себе чай, взял баранки, которые всегда лежали у него в хлебнице, и молча сидел вместе с ним. Он все таял и таял. Когда его почти не осталось, а подо мной была уже не лужица, а огромная лужа, я решил уйти. «Я зайду завтра», — сказал я и ушел. Но на следующий день, когда я пришел к нему, его уже не было. В его квартире был кто-то другой. Пол был убран, все было чисто. «Никаких следов пятен и лужиц от размазни». «Привет!» — радостно сказал мне этот кто-то. «Заходи». Но я не зашел. Я развернулся и пошел прочь.